уважаемые раки всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на август месяц каким для вас будет этот период что этот месяц принесет вам в целом работать мы с вами сегодня будем на колоде универсального таро сейчас пока я подготавливаю колоду вы просто можете подумать о том что у вас на этот период волнует больше всего о чем вы хотите знать и колода может быть автоматически ответит на какие-то ваши вопросы так как все-таки в раскладе затрагиваются многие сферы вашей жизни это и личная жизнь и профессиональная сфера и рассмотрим также в общем ваше финансовое поле ваши кармические задачи и даже будут две карты скрытых факторов отдельно карта для женщин и отдельно для мужчин также будет общая информация для всех это информация которая немножечко разделяю между мужчинами и женщинами в особенности в конце расклада поэтому смотрите внимательно колода готова напоминала что те кто знает свой асцендент просмотр можете делать также и по асценденту это и другое верно итак ваша первая карта уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению хочу сразу заметить что ваш расклад выпало всего лишь два старших аркана но этого достаточно для того чтобы даже только по этим двум картам охарактеризовать ваш расклад в целом так как все-таки это старшие арканы верховная жрица если говорить о женщинах может показывать вас собственной персоной вашу интуитивность ваше умение предчувствовать или предвидеть возможно меня смотрят женщины которые обладают действительно способностями может быть вы являетесь практиками может быть вы просто увлекаетесь эзотерикой но это не обязательно карта может говорить о том что вы в чем-то по жизни пытаетесь развиваться вы показаны как человек который уже чего-то достиг в жизни но вы для себя понимаете что знаний не бывает много поэтому по этой карте вы способны совершенствоваться в любом возрасте и постигать какие-то новые знания расширять чем-то свой кругозор эта карта говорит о том что вы пытаетесь как бы накопить свою энергию а не растратить но в то же время судя потому что я вижу в вашем раскладе очень много активных карт месяц для многих из вас будет активным но эта карта может говорить о том что из-за чего-то будут знаки вопросов будут противоречия в вашей душе если говорить о женщинах если говорить о мужчинах то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде будет иметь женщина возможно это женщина старшая в роду это может быть мать тетя сестра это может быть любая особо из внешнего мира с которой вы также общаетесь по поводу чего-то важного для вас консультируетесь и для кого-то конечно исключительно для некоторых эта карта даже может показывать женщину врача женщину психолога торолога астролога и мы видим рядышком карту силы эта карта говорит о том что придется в этом периоде приложить немало усилий для того чтобы с чем-то справиться или что-то преодолеть вот эта карта говорит о том что в какие-то моменты будет немножечко как бы неизвестность в чем-то для вас вот вы все время будете хотеть заглянуть под завесу тайны вам хочется понять что в будущем может быть вы пытаетесь мысленно просчитывать какие-то варианты какие-то ходы наперед но эта карта говорит о том что все равно в вашей жизни не все зависит от вас самой потому что есть еще какие-то факторы и обстоятельства которые есть над вами это то что вы не способны контролировать потому что эта карта может показывать то что сама вселенная может быть в какой-то момент сознательно от вас закрывает определенную информацию потому что возможно чему-то еще не время может быть вам хочется что-то ускорить или понять а карты говорят о том что не время подожди по времени при внешней активности по этой карте вы со многими людьми можете соблюдать субординацию и вы делаете это абсолютно сознательно это говорит о том что раньше вы обжигались то есть прежде чем довериться человеку вы его тщательно сканируете и изучаете ну и те у кого живы мамы конечно эта карта может показывать большое материнское влияние на вашу жизнь до сих пор сколько бы вам не было лет даже если у вас уже свои взрослые дети и карта показывает очень властную и характерную женщину которая привыкла чтобы все было по ее ну а теперь давайте начнем разбирать ваш расклад самого начала расклад начинается с хорошей динамичной карты и это королева жезлов если говорить о женщинах раках по этой карте уже в начале этого периода вы будете проявлять свои не водные а огненные качества вам захочется в чем-то быть первой вам нужно быть лидером вам нужно быть в центре каких-то событий вам захочется быть в курсе всех дел и всего того что происходит рядом любой информации вы умеете объединять возле себя каких-то людей вы действительно способны что-то контролировать или что-то организовывать то есть по этой карте у вас могут быть даже очень хорошие качества организатора конечно вы показаны как очень яркая красивая харизматичная дама которая может притягивать к себе внимание не только мужчин но и женщин вы показаны как очень социальная личность вас очень сложно удержать дома на первый план конечно может выходить работа и карьера желание прекрасно выглядеть и желание быть на высоте общий запас энергии великолепный если говорить о мужчинах раках то на вашу жизнь в этом периоде будет влиять как минимум три женские особы но есть одна женщина которая является самой важной скорее всего по этой карте и от действий этой женщины очень много может зависеть в вашей жизни для многих и женщин эта карта говорит о том что вы способны хорошо зарабатывать вы способны развиваться даже если вы дома даже если вы на пенсии я вижу человека очень предприимчивого ну и если говорить о мужчинах то вы в чем-то будете по своим вопросам все таки советоваться женщиной или мнение женщины для вас будет важно в раскладе вообще выпало по факту четыре женские фигуры три королевы расклад начинается с королевы жезлов под этой королевой мы видим королеву монет в центре расклада мы видим королеву чаш и мы видим верховную жрицу то есть по факту это может быть вообще четыре разных женщин и если меня смотрят женщины раки то на вашу жизнь может также влиять еще какие-то три женские особы но то что касается женского общения возможно вы не случайно соблюдаете субординацию или будете ее соблюдать почему потому что все-таки ваш расклад в какой-то степени показывает женское вероломство какие-то женские интриги может быть вы сами варитесь каких-то интригах или кто-то эти интриги создает рядышком с вами ну а если говорить о мужчинах раках то вы явно варитесь также в женских интригах поэтому как бы вы не дружили как бы вы не доверяли женщине будьте осторожны но в то же время вторая карта королевы монет который мы видим следующий в вашем раскладе говорит о многом она говорит о том что есть еще одна дама которая для вас очень важно скорее всего с этой женщиной вы будете связаны работой или может быть какими-то финансовыми вопросами так как эта королева монет женщина умная практичная деловая такая же амбициозно как и вы в этом союзе я не вижу ничего плохого потому что отношения гармоничные и вы действительно вместе с этой женщиной способны что-то согласовать прийти к единому решению в чем-то и многие вопросы уладить это может касаться абсолютно всего по таким двум активным королевам позже королеве жезлов и по королеве монет это могут быть и какие-то бытовые вопросы это может быть и что-то в доме в семье это может быть и что-то в работе это может быть и что-то касающийся ваших интересов во внешнем мире даже просто общения и здесь что-то постоянно активно обсуждается вообще карты активные и они говорят о том что весь этот месяц будет очень активным вы фактически не будете сидеть на месте и это подтверждает и следующая карта вашего расклада шестерка мечей и в центре вашего расклада я вижу восьмерку мечей обе эти карты говорят также о дорогах о движениях о передвижениях это действительно могут быть любого рода дороги выезды разъезды может быть даже по территории того места в котором вы живете вы все равно преодолеваете какие-то расстояния вы с кем-то встречаете вы с кем-то видитесь но вот эти две карты могут для кого-то из вас показывать дороги как на близкие так и на дальние расстояния которые вы можете совершить в этом периоде весьма успешно поэтому если у кого-то из вас что-то запланировано по поездкам езжайте и не думайте ни о чем плохом ну а теперь перейдем в профессиональную сферу всех тех кто на сегодняшний день при работе что вам нужно знать и первая карта для вас выплата самая шестерка мечей она говорит о том что в работе вы также активны скорее всего были какие-то недоразумения в недавнем прошлом по работе может быть какие-то небольшие конфликты выяснения отношений когда вы из-за чего-то расстраивались или чувствовали себя угнетенными в особенности если вы работаете на кого-то или зависите от кого-то эта карта может говорить о том что у кого-то могут появляться мысли о том чтобы работу сменить но в то же время многие из вас по этой карте могли бы работать и на расстоянии и на выездах может быть у кого-то эта работа посредством интернета например но не обязательно работа может быть также где-то в другом городе или в другой стране и если вы уже куда-то переехали ранее возможно у вас снова появляются мысли что-то изменить потому что эта карта говорит о том что вы все равно постоянно ищите дополнительный ресурс дополнительные возможности и того что вы имеете а по этой карте многие из вас способны все-таки зарабатывать это небольшие деньги но они у вас есть и они дают вам стабильность и уверенность все равно вы ищете что-то дополнительное какие-то дополнительные возможности и в вашей жизни действительно такие возможности есть я вижу что от вас может быть зависит еще какой-то человек для вас близкий может быть это ваш родственник может быть это тот человек с которым вы тесно связаны по работе да может быть партнер партнерша потому что вы с кем-то как будто бы в одной лодке по этой карте и вот эта карта показывает ваши мысли то есть ваша голова постоянно работает и думает о том как улучшить свои доходы как что-то поменять для вас это вполне возможно под вашими ногами выпала десятка мечей карта сложная по энергетике и вообще она говорит о том что скорее всего от основной работы вы немножечко устали это либо физические нагрузки либо эмоциональные нагрузки и конечно же эта карта может показывать то состояние когда вы думаете о том что так продолжаться не может я должен или должна что-то поменять конечно тем у кого действительно есть какие-то отклонения по здоровью стоит особое внимание обратить на свое здоровье для того чтобы не оказаться вот в таком горизонтальном положении и я так полагаю что возможно не всем вам нравится то чем вы занимаетесь но это вынужденные меры для выживания так было нужно в какой-то момент карты говорят о том что вы готовы были выполнять любую работу или брались абсолютно за все что могло бы вам принести деньги при том ваша склад и я вижу что выпала пятерка жезлов и эта карта может говорить о какой-то постоянной борьбе о постоянной конкуренции о том что возле вас есть какие-то люди которые чем-то могут быть недовольны в отношении вас кому-то что-то может не нравиться ваши успехи или ваша активность может кого-то рядышком с вами действительно бесить потому что вот эта карта говорит о том что кто-то сознательно прям готов вам навредить или тут какое-то злословие возможно действительно это что вас кто-то провоцирует на вот эти конфликты выводя на прямой разговор для того чтобы вас просто вывести из равновесия ну или эта карта может просто говорить о том что вам постоянно приходится проявлять свой характер если это общество коллектив социум и вы всегда готовы бороться за место под солнцем ну а теперь посмотрим что будет происходить у тех кто в этот период вошел не работая и именно для вас выпала карта пятерки жезлов которая говорит о том что есть какие-то сложности с трудоустройством но двоечка чаш которая выпала в основе говорит о том что вам все равно кто-то будет помогать и кто-то будет поддерживать есть один человек на которого вы можете рассчитывать может быть это родной близкий человек может быть это любимый человек но кто-то о вас переживает и возможно если вы действительно ищете работу кто-то вам помогает или с поиском или с какой-то информация потому что с этим человеком вы что-то будете обсуждать видите мы на этой карте видим двух людей и мы видим здесь прекрасный диалог прекрасное общение когда два человека друг друга слышат и друг друга понимают мы видим что за вашей спиной видите то что уже за вашей спиной какие-то сложности остаются позади а впереди появляются возможности поэтому того чтобы вы вообще были без денег или не устроены в жизни как-то вообще я этого не вижу возможно и такое что вы находите какую-то работу но это коллектив по пятерке жезлов и здесь каждый сам за себя и в каком-то коллективе вам нужно сразу же себя поставить показать кто вы и что вы ну вот как раз вот это кому-то может и не нравится даже если меня смотрят те люди которые сейчас не могут работать по каким-то причинам я все равно не вижу того чтобы вы оказались без поддержки или без финансов и об этом говорят даже две первые карты ну а теперь посмотрим что ваших кармических задачах и каковым может быть ваше финансовое поле в общем об этом расскажу две центральные карты вашего расклада по королеве чаш если говорить о женщинах по этой карте это вы собственной персоной женщина водной стихии женщина глубокая утонченная женственная ранимая но в то же время женщина очень сильная духом которая умеет постоять за себя это мы видели по другим картам но именно эта карта для женщин говорит о том что вы себе не должны в чем-то отказывать вы должны любить себя вы должны ухаживать за собой вы должны всегда хорошо выглядеть вы должны вовремя отдыхать и если у вас есть какие-то хобби и увлечения вы должны обязательно их в себе развивать не смотря ни на что и следить за собой не смотря ни на что когда вы хорошо выглядите вы себя и чувствовать будете гораздо лучше эта карта говорит о том что вы должны общаться со многими людьми эта карта показывает открытость любому общению но в то же время по верховной жрицы мы видели что где-то нужно все-таки соблюдать определенную субординацию с некоторыми людьми интуитивно вы будете понимать кому можно довериться а кому нельзя конечно же эта карта говорит о том что помимо работы финансов какого-то общения вас также волнует и ваша личная жизнь потому что вам хочется быть любимой вам хочется быть желанной и и поверьте что ваша личная жизнь в ваших руках потому что многие мужчины на вас действительно обращают внимание сколько бы вам не было лет и карта королевы чашки карта восьмерки жезлов для кого-то может показывать новые знакомства новые эмоции новое общение для тех кто в паре вы можете любыми отношениями управлять вы можете в себя влюблять еще кого-то вы можете с кем-то флиртовать вы должны быть просто уверенной в себе и когда вы уверены в себе у вас многое получается во многих сферах жизни потому что повод этой карте вам будут открываться многие двери и гореть зеленый свет на многие жизненные направления вот вы допустим например ставите перед собой какую-то цель вы к ней идете и у вас все будет получаться карта может показывать огромные коммуникации с другими людьми возможно даже с кем-то на расстоянии может быть вы с кем-то общаетесь через интернет это какие-то телефонные звонки может быть это даже состоявшиеся дороги и встречи когда вы с кем-то можете увидеться я уже говорила о том что те кто запланировал дороги на этот период вы успешно их можете совершить те кто встречается вы пытаетесь кем-то выстроить отношения ваши отношения будут развиваться если вы в чем-то развиваетесь и у вас есть уже какое-то хобби на сегодняшний день развивайтесь потому что здесь тоже вас ждут успехи и кому-то ваши знания или то чем вы занимаетесь может быть интересно и это также могло бы вам приносить деньги или дополнительный доход эти карты говорят о том что чем больше общения в этом периоде тем лучше для вас и если говорить о мужчинах так как эта женщина выпала ваши кармические задачи это женщина близко это может быть женщина любимая это может быть родной человек это может быть даже какая-то родственница если вы свободны например которая может поможет вам организовать какие-то дороги встречи коммуникации то есть опять-таки общение идет женщиной или через женщину обе карты показывают радость и успех когда вы сами будете чем-то довольны когда вы других чем-то будете радовать и когда вы видите уже какой-то результат от проделанных вами действий а по этим картам результат будет то что касается вашего финансового поля эти карты однозначно говорят о том что вы будете при деньгах деньги будут даже деньги будут на какие-то удовольствия на отдых карты могут говорить о том что примерно ближе к середине этого периода вы можете себе организовать отдых отпуск может быть кто-то может взять себе больше отгулов и или выходных вы действительно можете куда-то поехать с кем-то встретиться пообщаться сделать что-то для себя то что касается близких людей я вижу что по этой карте вы умеете прощать даже когда вам делают больно даже когда вам тяжело на душе эти карты и говорят о том что вы должны самых близких людей уметь прощать уметь выслушать уметь что-то принять уметь дать нужный совет если у вас его спрашивают ну а теперь перейдем к нашим семейным парам посмотрим что в ваших домах что у ваших отношениях для семейных пара выпала тройка мечей и двойка монет первая карта конечно грозная она говорит о том что не все между вами хорошо есть обиды есть слезы есть какая-то боль в прошлом и и в настоящем вы огорчаетесь ваше сердечко ранит тот человек который рядышком вы в очередной раз из-за чего-то разочаровываетесь ваши отношения очень сложно назвать счастливыми и второй картой мы видим двойку монет которая еще может говорить о какой-то финансовой суете о каких-то финансовых проблемах в доме о том что приходится постоянно выкручиваться и балансировать финансами чтобы денег хватало на все я вижу что ваш партнер чем-то занят что-то делает может быть старается заработать но вас все равно это может не радовать вы также когда дома вы хлопочете вы также старайтесь заниматься чем-то полезным но порой вам не хочется делать абсолютно ничего из-за того отношения или общения которое вы имеете со своим партнером в то же время вот эта вторая карта говорит о том что вы все равно гибкий человек вы способны подстраиваться вы способны управлять вы способны лавировать в этих отношениях по поводу своей личной жизни вы скорее всего делитесь какой-то женщиной совет который вам необходим но даже несмотря на это по двум центральным картам мы видим что вы можете быть счастливы если полюбите саму себя по этим двум картам которые мы видим в центре вы можете быть как в этих отношениях вы можете также создавать и другие отношения если что-то не по вас в этих отношениях но я вижу что вы пытаетесь удержать вы пытаетесь сбалансировать ну а теперь перейдем к нашим свободным раком и посмотрим что у вас для наших свободных раков выпало сразу два старших аркана это верховная жрица и карта старшего аркана силы то что касается наших свободных раков по этим картам в этом месяце вам нужно будет буквально во всех делах проявлять огромную мудрость во многих вопросах быть очень осторожными и внимательными любую информацию прежде чем принять вы должны проверить проанализировать если вы принимаете какие-то решения вам нужно будет все взвешивать до мелочей для того чтобы в чем-то не совершить ошибку конечно карта говорит о том что нужно развиваться даже если у вас чем-то уже есть достижение в особенности если говорить о женщинах то что касается вашей личной жизни здесь очень многое пока под вопросом даже если вы с кем-то и встречаетесь или будете встречаться эта карта говорит о том что вы все равно до конца будете в партнере неуверенны либо вы не будете до конца уверены в своих чувствах и эта карта еще может говорить о том что кто-то может иметь отношения из разряда тайных когда кто-то один не свободен возможно оба партнера не свободны и нужно быть очень мудрыми и осторожными чтобы эти отношения развивали чтобы этот человек оставался рядышком с вами и чтобы об этом не узнали другие чтобы какая-то информация не просочилась во внешний мир показано что нужно что-то скрывать я вижу вашу бешеную сексуальность которую вы постоянно усмиряете может быть вы сами себя сознательно ограничиваете в близости может быть если вы даже в отношениях вы все равно партнера в какой-то степени держите на расстоянии вытянутой руки но недолго потому что под натиском эмоций и чувств вы все равно будете стремиться к тому человеку который рядышком с вами так же как и он к вам те кто по-прежнему в свободном поиске конечно это анализ своей жизни вы пытаетесь понять саму себя прочувствовать хорошо ли вам в таком состоянии одиночество вы пытаетесь многое в жизни проанализировать в то же время вы можете с кем-то знакомиться вы можете с кем-то общаться просто пока ни с чем не спешите ни с какими выводами и не спешите в жизни что-то менять даже если у вас уже с кем-то длительные отношения но теперь посмотрим на карту форс-мажора в начале для женщин затем для мужчин и для женщин это карта рыцаря жезлов карта очень активная она показывает мужчину который к вам спешит с какой-то информации может быть с какими-то дорогами может быть вы неожиданно куда-то поедете может быть мужчина предлагает вам куда-то поехать может быть это какой-то важный разговор который состоится с мужчиной тут что-то важное может обсуждаться и по работе и по финансам и по этой карте вам нужно будет в какой-то момент быстро принимать решения быстро действовать но карта очень благоприятная но теперь посмотрим что нужно знать мужчинам и для вас на форс-мажор выпала тройка жезлов карта тоже очень активная карта живая она говорит о том что будет очень много коммуникации и возможностей по работе вы с кем-то в чем-то сумеете договориться или какие-то вопросы в деловой сфере решить и скорее всего у вас тут будет несколько вариантов или может быть несколько направлений которые вы может быть будете объединять может быть вы будете для себя ожидать какой-то информации издалека уже после какой-то проделанной работы но ваши ожидания будут оправданы то есть если вы думаете о финансах о чем-то материальном или о каких-то договоренностях которые вам нужно с кем-то заключить согласовать что-то эти договоренности будут и эта карта может говорить о том что еще вы для кого-то можете быть авторитетом или уважаемым человеком с которым считаются с которым советуются и мнение которого уважают как видите расклад получился интересный насыщенный наполненный разными событиями если охарактеризовать ваш расклад в общем то да мы видим что сложности могут быть и по десятке мечей и по тройке мечей и по пятерке жезлов но в то же время вы сумеете их преодолеть по карте силы и две центральные карты говорят о том что во многом вы достигнете успеха и радости чего я вам и желаю на такой позитивной ноте и завершим наш сегодняшний диалог и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в еженедельных прогнозах которые выходят каждую неделю всем вам счастливого августа и мирного неба над головой всем до свидания и